Ну что, в прошлый раз мы расправились, наконец-то, жутко-президентативно-аунги. И сегодня будут конкретные вещи, которые мы уже начали немножко в прошлый раз. В прошлый раз мы рассматривали такой уровень. Квадрат минус два и битв в квадрат равняется синим. И оказалось, что у него есть две серии решений. Такие бесконечные серии решений, которые сейчас подачаются друг от друга. И после этого мы решили подвести какую-то такую общую теорию под все это. И изучать какие-то уравнения похожего вида, в которых мы можем написать подобный образом решение. Вообще, в этой структуре решение имеет подобный вид. Ну и начали мы изучать эти уравнения такой полной общности. Изучать просто форму, разложенную форму. Потом мы эту общность будем сужать. И в прошлый раз мы несколько поговорили немножко бегло о том, какие бывают разложенную форму. О том, как получается разложенную форму из числовых полей. Что у нас функция нормы дает разложенную форму. Ну вот, а сегодня я попробую напомнить то, что было в прошлый раз, может быть, чуть более формально. И продолжить изучение вот этих вот разложенную форму. Опять же, все будет довольно конкретно и ясно. Но в конце мы снова придем к тому, с чего мы начинали. А именно кольца целых, не только кольца целых, порядки, порядки украинских чисел. Но так кажется существенным. Но пока что вполне невинные уравнения. Давайте фиксируем для нас определение. Определение эти такие, именно, скорее, фиксации обозначений. Для нас форма это однородный многочлен с коэффициентами из куб. Можно, конечно, изучать формы с коэффициентами из других полей. Это очень успешно. Мы делали, когда занимались периодическими числами. И многое из этого можно делать, естественно, до конкретно произвольной степени. Но нас пока интересуют формы с коэффициентами в риску. Аналогичную теорию можно называть формы с коэффициентами из произвольных числовых полей. Но, опять же, это приведет к излишкам на занудство и при небольшой форме может быть очень большой грамот. Теперь надо сказать, когда две формы одинаковые. Но когда две формы одинаковые? Формы F эквивалентны G. Две формы. Формы эквивалентны. Когда? Если существует матрица А, принадлежащая G ln от Z, значит автоматически определитель А равен плюс минус единице. Потому что матрица, обратимая целыми эфициентами, при этом является обратимой на Z. Так что при генеральной плюс-минус единице тут необходимы достаточные условия. Такое, что F от X равняется G от A и Y. Ну, иначе говоря, просто замены переменных они переводятся обратимой на Z. То есть форму мы рассматриваем с коэффициентами из Q, а коэффициенты А переменные, замены переменных, эквивалентность рассматриваем на Z. Но это довольно удобно, потому что мы хотим изучать совочистные решения равнений. Ну, соответственно, если у нас F квалентно G, то если мы умеем решать равнение F от X равняется A, то есть все равно, что мы умеем решать равнение G от Y равняется A. Ну, потому что просто в данном уровне приходит замена переменных. Решаем в целых числах. Если мы умеем решать равнение G, то мы умеем решать равнение G. Вот. Это эквивалентность формы. Ну, я думаю, что все это уже много раз видно. То же самое, что у нас было для хитроэтичных форм, но немножко более общих. Значит, мы уже говорили, что форма вообще, в принципе, форма вообще, это очень большой класс. Мало ли, какие многощины бывают формы. Поэтому мы сказали, что мы изучаем разложимую форму. Мы говорим, что F разложима... Сейчас, а для любых X и Y это выполнено? Для любых X и Y это выполнено? Да. То есть, ясно, для любых X и Y. X это вектор X1 и X, Y это вектор Y1 и X. Ну, просто замена переменных. А, 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 а. Ну, как? Так вот. Значит, R разложима, если существует расширение K на U, такое, что R равняется произведение L от X, равняется произведение L от X, где L от X это многощины с коэффициентами из K, причем степень L равняется 1. Оно разлагается на линейные множители над каким-то расширением. Я не сказал, что это решение алгебраическое. Вопрос. Всегда ли оно должно быть алгебраическим решением? Есть по институции, да? Ну, да, так оно и есть. Куда не денешься? Если уж разлагается на линейные множители, то разлагается на долгебролитет. Нет, конечно, можно искусственно делать эти формы так, чтобы не фрикценты были. А вот какие? Множим одну на 3, а другую на единицу на 1. Ну, в общем, это единственное, что можно сделать. Сейчас мы это докажем. Что вы хоть что-то теперь докажете? Вот. Ну, давайте пример какой-нибудь. Пример. Форма такая. А, как X, Y равняется любая форма от двух переменных. Сумма. А, K, T, X степени K, Y, X степени N минус K. Она разложима. Ну, почему она разложима? Потому что можно вынести степень одной из переменных и разложить. Можно просто разложить вот этот многочин, который внутри, на множество. равняется А0 множеством произведения X минус Альфа и Т и Y. Кто? Ну, в смысле у нас однородный многочлен, мы поделим... Однородный многочлен делим на X, рассматриваем их как многочлен. Рассматриваем F от X делит на Y единиц. А, 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 А. Вот, рассматриваем такую штуку и... Вот. Равняется произведение... Раскладываем на линейные множители и получаем такое. То есть любая форма от двух переменных разложима. Ну, а трех переменных мы видели, что уже не любая форма разложима. Например, X квадрат плюс Y квадрат плюс Z квадрат. Неразложима. В прошлый раз мы это доказывали, но и в прошлый раз каждый сам докажет, что такая штука неразложима. Ну, и вообще любая невыраженная квадратичная форма от больше, чем двух переменных не разложима. Ну, давайте, во-первых, докажем вот этот факт о том, что K может быть взят... В качестве K может быть взят алгебраическое расширение. Для этого мы докажем маленькое промежуточное предложение, которое почти очевидно, но... Техническое предложение, которое почти очевидно, но все равно требует доказать. Давайте его докажем. Всякое... Форма степени n нулевая форма. Эквивалентна форме вида следующего. А x1 степени n плюс f от x1 и так далее, xn, где а не равно нулю, а f не содержит... не содержит x1 степени... Ну, иначе говоря, можно выделить старшую степень. Из всякой... Вот такая... Вот, например, такая форма эквивалента в форме x в квадрате минус x в квадрате. Это поламная, да? Вот так. Ну вот, мы здесь выделяем... Явно предъявляем. Можно еще раз утверждение непонятно? Что мы делаем? Мы выделяем степень переменной. У нас форма степени n. Я утверждаю, что есть член вида коэффициент умножить на x в степени n. А там f от x2? x1. Причем f не содержит x1 в степени n. То есть она не сократится. Ну, то есть она представляется формой и представляется в виде x1 в степени n плюс что-то, где... Меньше степень. Да, где степень по x1 меньше, чем n. Это просто заменный координат явная. Мы сейчас ее определяем. Ну, не то, что совсем очевидная, но... Совсем не схожная. Давайте ее напишем в заменную координат. Давайте, во-первых, скажем, что существуют такие числа а2, а m, такие, что f от единицы а2, а m не равны 0. Ну, почему такое существует? По индукции. m равняется единице, ясно? Ну, в смысле двойки. А в одной переменке неинтересно. m равняется двойке, ясно? Ну, или даже единице. m равняется единице, ясно? Просто у нас а x1 в степени n. Вот. Ну, соответственно, если у нас доказано да и минус 1, то берем, записываем в виде двойки, где xr равняется g0 x степени, x1 степени, или xn степени n, то есть так далее, g n. Вот. Значит, не все gк равны 0, соответственно. Вот. Ну, значит, что существуют такие а2, считали, а и минус 1, такое, что gк от единицы а2 а минус 1 не равен 0. Ну, а дальше все понимают, что делать. Вот. Подставим это. Рассмотрим f от единицы а1 а2 а и минус 1 xm это не нулевой многочлен. Ну, а значит, существует такое ам, что f от единицы а минус 1 ам равно 0, не равно 0. Не панируем многочлен, надо и перемен. Ну, это стандартное рассуждение, более-менее тривиальное. Ну, в смысле, что это самостоятельно многочлен. Да, что это... Что многочлен не принимает, что многочлен не может везде быть нулём. Ну, это не может, потому что корней есть. Это в каком-то смысле тривиальный факт. А теперь, поскольку мы это доказали, замена просто пишется явно. Значит, замена такая. x1 равняется y1, x2 равняется a2, y1, плюс y2, и так далее. xm равняется amy1 плюс y1 плюс ym. Ясно, что это обратимая линейная замена, но просто можно выразить обратно. Вот. Теперь, почему коэффициент такой, как нужен? Потому что коэффициент такой, как нужен, это тоже понятно. коэффициент при y1 в степени n, чему равен? Это g, если у нас g от y1, ym равняется, навесление g от y1, ym равняется f от a1, y, f от y1, a2, y1, y2, amy1 плюс ym, чему этот коэффициент равняется? Ну, он равен равен значению g в точке какой? Коэффициент при y1 в степени n. В какой точке надо взять g, чтобы получить коэффициент при y1, ym? 1, 0, 0, 0. Но это равно чему? Равно по определению f от 1, а1, 1, а2, am. Правда, Жан? А это не равно 0. По построению. Все. Это нам и требовалось. На самом деле, неизмусловатые рассуждения, и факт тоже довольно банальный, но доказывать иногда такие приходят. Может быть, лучше оставляйте, конечно, качество упражнения, потому что каждый из вас докажет сей несложный факт. Если есть какие-то вопросы, задавайте. Может быть, что-то кому-то непонятно. На данный момент не должно быть ничего. Кому-то понятно. Хорошо. Ну, давайте докажем, что всякое... Отсюда легко следует, что разложение 1, 2, что всякая разложимая форма раскладывается на линейный множитель над Q в конечном решении Q. Давайте докажем. Запишем какое-то разложение. F равняется A. F от X равняется. A. Мы знаем, что можно сделать ненулевой коэффициент A, ненулевой при X1 степени A. Значит, можно написать F от X как A умножить на X1 плюс альфа 1, 2, X2 плюс и так далее плюс альфа 1, M, X, M множество и так далее X1 плюс альфа N2, X2 плюс альфа N, M, X, M Это можно делать, потому что у нас коэффициент при X1 ненулевой. Значит, X1 в степени должно появляться, значит, везде X1 присутствует. Зачем ничего альфа написано? А? Зачем ничего альфа написано? Где альфа написано? В смысле альфа? И такие альфа ищем? Нет, мы знаем, что F от X разлагается на множителя. Мы хотим доказать, что альфа можно взять алгебраическими. На самом деле, что они будут алгебраическими. Не только взять, они в каком-то смысле определено, однозначно. Ни в каком-то смысле, вообще в самом-то смысле. Да, там значит. Ну, смотрите. Ясно, что А принадлежит Q по определению. А ты что там в скобках? X1 где-то первые слагаем. Да, да, да. Значит, А принадлежит Q. Другой вопрос. Если у нас... А у нас X1 по определению у него с самой высокой степени. Да. Ну, мы так строили. Мы вот здесь подбирали. Вот, да, это доказывает предложение. Вот. А принадлежит Q. Ну, дальше что делаем? Для того, чтобы убедиться, что соответствующая альфа и алгебраичность, что нужно сделать? Надо подставить в качестве всех переменных, кроме X1, нолики, кроме соответствующей переменной при альфа, которую мы хотим проверить на алгебраичность. Значит, положим альфа X и T равно нулю при И неравному Ж и больше и равно двойке. Соответственно, XJ равняется единице. Ну, что получается? Получается, что А А умножить на X1 плюс альфа диндекс какой у нас? альфа 1 Ж и так далее. Множить на X1 плюс альфа Н Ж равно F от то есть что я отсюда мы заключаем? Что они являются корневыми накачелями. Да. Это накачеляется с рациональными коэффициентами. Это принадлежит Q от X1. Правда? Ну вот. Соответственно, альфа 1 Ж и Т алгебраический. Ну, все. Это и надо было доказать. Даже не один, а альфа и Т. Все. Это и надо было доказать. Мы знаем, что если у нас много алгебраических чисел, то их можно взять. То расширение по ордену НФ7 тоже будет алгебраически. То есть если у нас форма такая, что видение взамен на такое переводит к разложению, то есть если у нас форма разложима над каким-то полем, то она разложима над конечным расширением Q. То есть не надо брать трансцендентное расширение, а можно брать алгебраическое. Вот в этом весь смысл. Теорема довольно банальная, но все-таки приятный факт, согласитесь, что надо работать только с алгебраическими расширениями. То есть, подожди, это не замена сама должна быть на форме эквивалентной, если замена с коэффициентами в куб. Правильно? Да, у нас никакой замены. Нет, ну если она эквивалентна. Если она эквивалентна, то она... Замена там коэффициентами из куб. Да. Хорошо, да. Хорошо. Значит, давайте подробно. Давайте какие-нибудь примеры разложимой формы сделаем. В прошлый раз я уже говорил такой пример. Сейчас я напишу на него на доске. Пример, типичный пример разложимой формы. Это следующий пример. F. Давайте предположим, что у нас есть альфа 1, альфа M лежат... Это какие-то числа и скут с чертой. Ну, давайте посмотрим на... Или даже пусть это даже не числа и скут с чертой. Они принадлежат некоторому полю K. Так будет проще. Это вопрос обозначения. K на Q. K на Q. Конечное расширение. Тогда можно рассмотреть следующую форму. F от X1 XM равняется нормам K на Q альфа 1 X1 плюс так далее плюс альфа M XM. Вот такая вот форма. Почему она развожима? Почему она развожима? То, что происходит... То, что происходит... Где... Вот это по определению нормы, там может быть с прижженной... Ну, правильно. Это произведение по всем И Сигма-ИД от альфа 1 X1 плюс так далее плюс Сигма-ИД альфа M XM где Сигма это вложение из K. Пусть чертой это вложение. Вообще-то расширение поля степени 0 всегда с поля характеристики 0 всегда сепарабельно. Да, 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 да. То, что совершено. Да. Поэтому с сепарабельностью нам беспокоится больше. Вот такой пример разложимый форм. Ну, чего можно сказать про это? Например, то, что эта форма не всегда... Вообще, в принципе... Какие формы интересны? Мы будем смотреть на неприводимое разложимые формы. Значит, мы рассматриваем разложимые формы неприводимые. Да. Что означает? Ну, что такое неприводимое навесе? Ну, которое я спорю оцениваю. Ну, вот. то есть, R не равно HG, где H умножить на G, где H и G принадлежат у вас. Стоп, на линейный множественный мы его можем разложить? Ну, не на Q. Это в расшире. Не приводимый на Q. Раскладываем на нелинейный множественный в расширении. Ну, да, сложился. А на исходном поле на Q он не разложится. Вот пример, смотрите. Давайте пример. бывает форма вообще нелинейный разложима, да? Да. Ну, давайте пример. Например, если квадрат минус 2 Y квадрат на Q, конечно, неприводимый многочислен. Ну, ясно, почему. Потому что корень излойки нерациональное число. Это форма неразложима. Но при этом она является неприводима. Но при этом она разложима. Здесь немножко дурацкая терминология неприводимый, разложимый, неразложимый. Главное, не запутаться. Но, в общем, я думаю, из контекста понятно. При этом она разложима, потому что это вот такая штука. И, кстати, эта форма является формой вида норма из квадрат корня из двойки X плюс корень из двойки Y. То есть она формой является вот такого вида, которого мы построили. На самом деле мы сейчас увидим буквально следующей же теоремой то, что любая форма, которая является неприводимой и разложимой, является формой такого вида. Это, когда-то совсем не сложно, хотя кажется совершенно удивительным. Оказывается, мы таким образом классифицируем вообще все разложимые формы. То есть разложимые формы устроены просто. Они являются нормами некоторых вот таких вот что просто или нет этот вопрос такой гласовский, но тем не менее. А есть форма, которая не раскладывается на линейные множители или вообще на неприводимые, которая вообще неприводима как многочлен. С от X Y не раскладывается. Это форма неприводима, извините. Это форма... Нет, а может быть форма неприводима, неприводима, как на крышле? А? Что еще? Форма является... Но она неприводима? Как такая член, она раскладывается. Нет, на кого-то не может. Просто сейчас так сказали. Нет, вот эта штука неприводима. Она неприводима, и не разложила. И тем более не разложила. Нет, наоборот. Не разложимы, тем более неприводимы. В общем, я думаю, что все уже поняли тонкую разницу между неприводимостью и неразложимостью. Мы рассматриваем разложимые и неприводимые формы. Отныне у нас форма с крышленными из Q неприводимые и разложимые. Потому что на самом деле неприводимые, потому что если мы решаем диафантовое уравнение, то все-таки как-то с неприводимыми многочленами работать удобно. Если мы уж умеем решать для неприводимых многочленов, то для каких угодно как-нибудь уж там решим. Хотя это не очень. Ну давайте докажем первую такую не очень очевидную хрему, хотя она не очень простая. Если давайте вначале пример. Вот еще один пример. Первый, второй, третий. Давайте еще один пример. Вот построим форму такого вида. Норма из q от корней из двойки, q от корней из тройки, x корней из двойки, плюс y корней из тройки. Я утверждаю, что эта штука равна. Каждый может проверить, что это равно 2x в квадрате минус 3y в квадрате еще в квадрате. Ну это ясно, почему. Ну ясно? Давайте посчитаем вместе. Почему это? Кому не ясно? Давайте научимся считать норму. Это равно x корней из двойки плюс y корней из тройки. Умножить. Надо поменять знаки всевозможным образом. Минус x корней из двойки минус y корней из тройки. Множить на x корней из двойки минус y корней из тройки. Умножить на x корней из двойки плюс x корней из двойки плюс y корней из тройки. Ну перемножим скобочки попарно. Вот это вот с этой, например, получим 2x в квадрате минус 3у в квадрате. Умножить на что? Это мы перемножим с этой скобкой. Получим то же самое, 2x в квадрате минус 3у в квадрате. Минус. Нет, без минуса, потому что у этой формы знака, у этой штуки надо поменять знак. Да, да, все нормально. Так что без минуса. Раз в квадрате. Вот. И это получается 2x в квадрате минус 3у в квадрате в квадрате. Вот. Эта форма не неприводима. Ну, в общем, что и неудивительно, на самом деле, что... Да, это показывает, что не всякая форма такого вида является неприводимой, но это неудивительно, потому что нормы часто бывают... Например, если у нас исходные элементы, мы делим больше, k больше, чем более, чем более порожденные элементами, альфа 1, альфа m, то у нас просто норма возведется в степень большую, поэтому неудивительно, что она может быть приводимой. Вот. Но оказывается, что если сделать маленькое ограничение на эти формы, а именно сказать, что это при центральной единице, и что элементы альфа 1, альфа m порождают это поле, тогда уже вот эта форма будет неприводима. И наоборот, всякая разложимая неприводимая форма имеет такой вид. Порождают как поле или как просто? Как поле. Итак, теорема 1.3. Если k равняется q от альфа 2 альфа m, то f от x1 xn xn равное норме из k на q от x1 плюс альфа 2 x2 плюс альфа m xn неприводимая разложимая разложимая форма. Давайте это пункт а, а пункт б. Ну и вот так. И обратно. Обратно. всякая неприводимая разложимая форма эквивалентная разложимая разложимая форма просто такая. Эквивалентно, а вот просто. я бы там заменил а равном, ну, x и т равном 2 x и т. И она уже там... ну, давайте так, эквивалентно такой с точностью до... я бы вообще наврал это тебя имя... до умножения на а, принадлежащую q. и убрать с эквивалентностью. Вот так. У нас с точностью до пропорциональности. Иначе будет совсем неправда. При эквивалентности у нас определительно не меняется. Ну, в смысле, не определительно, но... В общем, короче, не меняется... У нас нельзя преобразовать формы с разными а. Так что, можно ли оставить здесь с точностью до умножения на а, принадлежащую q, и убрать с эквивалентностью? Ну, все равно, наверное, нет. А почему? Ну... И когда не спросили... Хорошо, а там более... более математический аргумент. Ну, сделаем какую-нибудь нетривиарную... Можно ли убрать вот такое вот? То есть, поставить вместо эквивалента является такой с точностью до умножения на а? Наверное, если мы возьмем, взять замену координат, все сразу... Какую тривиарную? Недривиарную замену координат, все сразу поставить. Ну, на норму так, чтобы... Какие-то ограничения... Указание. Вспомните первое предложение, которое мы доказывали здесь. Первое предложение, которое мы доказывали. О чем оно было? О том, что можно выглядеть старшую степень. О том, что можно выглядеть старшую степень. То есть, вот, x, y. Да. Пример. Плохой формы, которая не является такой формой, но она ничем не плохая просто. Это координаты недачные выбрали. Это форма x, y. Ясно, что она не имеет такого вида, потому что первый коэффициент... Первый коэффициент здесь x1 в степени n. Вот. x1 в степени n. Ну, в форме x, y такого не будет. Так что, с точки зрения эквивалентности нельзя, но, в общем, эквивалентность – это безобидное понятие. Мы уже знаем, что замена карт на z – это очень удобное и естественное понятие. Тем более, замена карт на z. Ну, поехали. Значит, доказательства. На самом деле, доказательство будет короче, чем формулировка. Как это доказывать? Предположим, что r поменяется j умножить на a. Тогда можно сказать, что g равняется x1 плюс альфа 2, x2 плюс и так далее альфа m, xm умножить на t. Ну, потому что вот этот множитель должен встречаться где-то. Ну, смотрите. Теперь давайте подействуем... g имеет коэффициенты на t. Давайте подействуем автоматизмом сигма и т, ну, уважением сигма и т на форму g. Что получится? Сигма от g равняется g и равняется x1 плюс сигма и т от альфа 2, x2 плюс и так далее, плюс сигма и т от альфа m, xm, сигма и т от m. Что это значит? Почему сигма и т от альфа g равняется g? Это что значит? Почему сигма и т от альфа g равняется g? Потому что g принадлежит... Да. Потому что g это форма с коэффициентами xq. У нас сигма не трогает элементы xq. Ну все. Что это значит? Почему мы уже закончили доказательство? Потому что сигма и т от альфа 2, x2 плюс и так далее, плюс сигма и т от альфа m, xm, t делят нашу форму g. Сигма и т от альфа. Сигма и т от альфа. Сигма и т от альфа. Ну следовательно, f делится g. Это m помняется. Потому что f это есть произведение вот этих вот линейных со множеств. Попутно мы использовали, что разложение на простые кольца многочленов однозначно. Можно еще раз? Я не очень. Вот. Мы вывели отсюда, что такая форма делит, линейная форма для всех и делит нашу форму g. Делит нашу форму g. Да. Эти формы все различные. Вот эти. Сигма и т от альфа, да? Сигма и т. Где? Вот справа. Сейчас все вот эти линейные многочлены. Все вот эти линейные многочлены, они делят форму g. И они различны все? Они все различны. К это есть. К прождается альфа-2 альфа. Если формы какие-то совпадают, то значит образы альфа-итов при всех сигма совпадают. В смысле при данном сигме, при двух разных сигма, образы альфа-итов совпадают. Значит это дает один автомархизм К, значит противоречит. Все эти формы различные, они делят g. Значит их произведения делят g. Сейчас, сейчас, сейчас. Правда же? Правда мы. Может сказать, что просто они не просто. Может сказать, что похожи на их просто. Ну они обороны взаимно простые, потому что различные. Линейные многочлены уже вести могут взаимно простые по парам. Куда они денутся? Очевидно. Понятно или не очень? Ну, с делимостью каждой схеме обманывают. Где обманывают? То, что он делит? Нет, то, что делит, понятно. А как отсюда следует, что можно разложить? У нас есть однозначное содержание на простые множители. Вот в таких штуках. В концертных исчездах от многих перемен. Известный факт. Давайте я, может, его явно скомолирую. Это важный факт, который я, конечно, доказывать не буду, но стоит уметь его доказывать. Факт заключается в следующем. Что кольцом трогочленов, ну не знаю, q, k от x1, xn, k более, В таком кольце имеется однозначное разложение на простые. И, кстати, кто это умеет доказывать? А как вы умеете доказывать? Ну, так же, как для обычных чисел. Не совсем, оно не эклидовано. В нем нельзя делить остатков. Более того, даже не кольцо главных идеалов. Например, идеал x1, x2 вы, имеется, никак главным не сделаете. Да. Это следует из замечательной леммы Гаусса. Фактически. Которая показывает, что если вы умеете делить, если у вас кольцо а от x а вкатериально, и вы рассматриваете кольцо а от x, то разложить на множители над k от x и над а от x это более-менее одно и то же. Ну, я сейчас не буду формулировать лему Гауссу, потому что это займет время. Но, по сути дела, если у вас есть разложения над неприводимые давайте так, если у вас есть разложения на неприводимые над а от x, то они останутся неприводимыми над k от x. То есть k это более частно? Да. k это более частно. И это позволяет наградить однозначно на простые множители в каких-то кольцах на Гаффин. Есть ли? Я помню, и впечатление в жильках. Возложение на неприводимые адрес. Следовательно, это разложение на неприводимые и в k от x. Лучше всего это чувствуется на примере кольца многочленов над z. Например, z над x это тоже факториальное кольцо. То есть там однозначно простые множители. Вот доказательство используем, это называется lemma-гаус. Вот посмотрите в любой книжке по алгебре. И z над x, вот если вы попробуете, хотите подоказывать такой факт, что кольцо многочленов многих переменных факториально. Начните с z от x. Кольцу кольца многочленов от z от x в факториально. А для кольца многочленов k от x, 1, x, n это просто принукция. Сейчас на первом уже не прохажет обычно. А? Это просто над z многочленов не прохажет обычно. Обычно это конечно не прохажет. Это просто над z. Вот видно. Над z я говорю факториально. Кольцом многочленов над z факториально. Вот. Ну, тем не менее. В общем, короче, если вы с этим никогда не сталкивались, обязательно сталкнитесь. Это полезное знание. О том, что кольцо многочленов реально. Такой один из не таких, не очень многих общих результатов в реальном поле. Который просто наказывается. С доказательством вот этого утверждения понятно? Да. Вот, отлично. Значит, мы доказали первый фактор. Давайте докажем второй фактор. В обратную сторону. В общем, доказательство на самом деле более-менее такое же. Смотрите. f от x1 xm не приводим. Не приводим и разложим. Если он разложим, это значит произведение по x x1 плюс α2 αiT 2 x2 plus αiT n, x, m. Значит, все семья там тоже должно быть. x, m. Ну, да. Вы можете скрыть постоянную а. Это разложимость. И, кстати, если вы хотите сказать, что Как и раньше, применяем σi, σjt. σjt от f равняется f и равняется a умножить на соответствующую комбинацию проведения по i, x1 плюс σjt от αi2, x2 и так далее, плюс σjt от αim, xm. Ну, зафиксируем какую-то скобку, например, x1 плюс α1,2 плюс α1m, xm. Провняется, давайте обозначим это L1. Тогда мы знаем, что L1 делят r, и σjt от L1 делят r с любого j. Соответственно, так эти штуки взаимопросты, опять же, по предыдущему. Это в среднем произведении этих σ-житов от L1 делят r. Правильно? Понятно, что происходит? Сейчас, почему они взаимопросты? Взаимопросты они, потому что мы взяли все различные автоматизмы, более порожденные этими элементами. То есть они не совпадают все. Да, потому что при x1 коэффициент 1 у них получается, а при всем остальном не нежно. Да, у них все коэффициенты разные, кроме коэффициентов. В смысле, если мы применим какой-то автоморфизм, не все совпадают. Если мы применим какой-то автоморфизм, потому что автоморфизм разный. Да, потому что автоморфизм разный. Потому что поле порождается вот этими α-интенжами. Значит, автоморфизм должны быть на них, значения на них разные. Хоть где-то, хоть на каком-то. Значит, ведь если линейные множители разные, а уж если линейные формы разные, то они, конечно, взаимопростые. Да? Помидеть, что. Понятно? Вот. Значит, это делят F. Но при этом произведение по G, Sigma-GT от NGT, от L1, это многочленское в центре МИСКУ. Потому что мы взяли себе автоматизм. То есть это из неприводимости F. Из неприводимости можно вывести, что F просто с точностью до пропорциональности, с точностью до коэффициента А, равен этому произведению. А это произведение, это и есть норма по определению. Произведение по G, LGT, 7GT, L1. Равняется норма от того, что... Куда? Вот это. Вот это. Вот и все. Видите, доказательства совершенно элементарные. Кажется за рулечеством, проездчиво. Такой факт доказывается исключительно с помощью однозначности разложения неприводимой в кольце многочленок. То произведение исходит X, потому что если подъедет любой Sigma, то оно не поменяет. Да, именно так. Потому что коэффициенты при действии на сиг на элементы лежат. Понятно? Отлично. Вот. Ну, значит, давайте продолжим с неразложимой формой. Значит, в итоге мы хотим изучать уравнение вида f от x равняется a, где f разложимое неприводимое. Мы убедились, что для этого достаточно решать уравнение такого вида. Норма какого-то элемента x1 плюс а1, альфа 1, x2, альфа 2, x2, альфа m, xm равняется a. Какой-то вопрос? Нет. Можно утверждение еще? Что происходит? Пока ничего не происходит. А? Никакого утверждения. Мы решаем уравнение. f от x равняется a. Это наша глобальная цель. Где f разложимое неприводимое? Я сказал, что решать такие уравнения, все равно, что решать вот такие уравнения. Ну, я переформулирую теорему. Значит, в итоге мы будем изучать вот такие вот уравнения. Значит, для того, чтобы решать что-то, какую-то задачу из теории чиселого. Ну, мы с индексами не совпадают. 1, 2 и 1, 2 на ч... А, это 2. А, это 2. А, они начали не совпадать. Так, ну, что нужно сделать, чтобы успешно решить задачу из теории чисел? В частности, вот такую. Нужно навести какому-нибудь алгебраизму. Без этого никуда не денешься. Вот давайте наведем алгебраизм. Я, конечно, понимаю, что уже гневные взгляды не любители коммутативной алгебры, но коммутативной алгебры будет мало. Сейчас будет такой простой алгебраизм. Смотрите. Давайте ассоциируем с F модуль M. Какой модуль? Модуль, порожденный вот этими числами. Единица альфа-1, альфа-2, альфа-M. На чем модуль? Модуль на Z. Комменяется множество суммах X, ну, X1 плюс X2, альфа-2, и так далее, плюс XM, альфа-M. Где X и T принадлежат Z. Это свободный Z модуль. Правильно? При этом это... Мы там где-то требовали, чтобы там и сделать... Я не сказал, какого ранга. Это подмодуль в кольце в поле K. Свободный подмодуль в кольце K. Что-то, наверное, уже напоминает. Что, помните, у нас кольцо целого в поле алгебраических чисел это были свободные в поле алгебраических чисел и были свободные модули в поле частных K. Но это не обязательно кольцо целого. Мало ли сколько модуль. Вот. Сейчас мы с этим разберемся. Значит, если F эквивалентно G, то модуль остается прежним. Почему? Ну, потому что это соответствует замене обратимой замене базиса. Обратимая замена базиса. Потому что эквивалентность над Z. Так что определение вот этого модуля, оно вполне себе инвариантное и очень хорошо зависит. вот. Но обратно-то, конечно, неверно, да? Верно. Нет. Я знаю. Ну, стоишь до умножения, наверное, еще до 3. Нет, никакого умножения. Честно, почему? Ну, стоишь до умножения на плюс-минус 1. Но умножение на плюс-минус 1 это тоже обратимая замена. Да, что? Свободный, что нужно? А? Свободный почему? Свободный, потому что под модуль К. А какой у нас не свободный? Там нет делителя нуля вообще. Какая-то? Поле наше. Поле рожденное. Над Q, Alt2, AltF. Ну, как, с тем более, через стики, мы можем быть не свободные Z модуля? Мы все-таки, раз навсегда прояснить, мы от Alt требуем что-нибудь, чтобы они были более-менее независимы? Ну, они порождают поле Ка. Мы не требуем, чтобы вычеркнув что-нибудь, оно прекратило. Нет, не требуем. Пока не требуем, потом будет требуем. А у меня вопрос. Мы доказали, или доказали, каким-то образом, что M однозначно получает с пола R? Ну, показали, потому что R однозначно складывается на линейные множители. Ну, надо было с точностью до нориеней на элементы из Q. В смысле с точностью до нориеней на элементы из Q. Но если у нас элементы из Q, как на котором мы нажали, это старший коэффициент, его выносим, остается там и нищий. Остается там и нищий, и там все равно. После того, как остались инищие, осталось филачить. F у нас какой-то разводимый не приводимый. Да. Потом мы из него делаем... Мы из него пальцем получаем. Мы можем из него разным образом сделать такую вид X1 веной плюс что-то еще. Нет. Мы сказали, что если... Мы действительно можем сделать из него разными образами из X1 веной плюс что-то еще, но если две формы эквивалентны, то модуль получится одинаковый. А у нас же альфа еще неоднозначный. Альфа может быть равный. Но это... Смотрите, если мы фиксировали у квас эквивалентности форма, то фиксировали альфа, правильно? Нет. Потому что старший коэффициент у нас фиксирован. Вынесли его старший коэффициент. То есть мы фиксировали форму данной... Смотрите, мы фиксировали форму вида АX1 в степени n плюс так далее. Так что мы разложили... Разложили в произведение диалитра. Да. Это при этом... Коэффициент, который здесь будет А, от здесь... Нет, нет, но мы же эти альфа получили... Не обязательно из-за л1, а из-за л2 мы можем из-за л2. А, вы хотите сказать, что все это определилось с точностью до сопряжения? Ну да. Вы хотите сказать, что все это определилось с точностью до сопряжения? Ну это не страшно. Но это действительно не страшно. Почему это не страшно? Почему это не страшно? Они что-то переставляется, наверное. Они не совсем переставляется. Ну зачем? Потому что... Да, это хороший вопрос. Почему они... Значит, почему эта штука... Почему из разных... Ну... Смотрите, мы в каком-то смысле получили это... Давайте посмотрим, что значит однозначно. Когда однозначно с точностью до изоморфизма. То есть, смотрите, если мы породили поле К, то эта исходная штука будет... Исходный объект. Дело в том, что тут немножко хитро. Потому что разложение на неприводимое, оно однозначно... Если вы фиксируете алгебраическое замыкание, пусть чертой, то это будет однозначное разложение неприводимое. Вот. После этого действительно разные элиты дадут вам разные поля К, пусть чертой. Но все эти поля будут изоморфны. И все эти модули будут, как подмодули этих полей, будут изоморфны. Они будут переводиться один в другой автоморфизмом. Вот. Если вы изначально фиксировали другое алгебраическое замыкание, то вы получите другую нумерацию на этих элитах. Поэтому с точки до изоморфизма у нас определено все однозначно. И не надо смотреть на то, какой элит вы выбираете. Понятно или не очень? А? Вроде понятно. Вроде понятно. Отлично. Ну, подумайте немножко. Это действительно тонкий вопрос по поводу того, что значит однозначно. Вот здесь будет однозначное стоящее сюда автоморфизма. Но этого не избежать, потому что в любом случае вы раскладываете на множителе вашу форму фиксированному в гибраическом замыкании поля К. Ну, не обойтись без этого. Без фиксации алгебраическом замыкании не обойтись. Как только вы фиксируете алгебраическое замыкание, да, порядок будет важен, но все поля, которые таким образом получаются, если вы не фиксируете алгебраическое замыкание, они заморф. Так что в этом смысле оно однозначно. Хорошо. То есть у вас есть однозначно определенный подмодуль М поля К, рожденным коэффициентами альфа 2 альфа М. Причем при эквивалентности формы ваш модуль не меняется. Вот. Ну и ясно, что если... Верно и обратно. Что если заменить базис базис M, то F не изменится. Ясно, Ром? То же самое. По определению. То есть на самом деле класс эквивалентности F соответствует классу эквивалентности просто однозначно определенный модуль. Именно как модуль, не как модуль с базисом, а именно... А как мы по модулю? По модулю очень просто. У вас есть модуль свободный. M содержится в К, конечно, пророжденный, свободный модуль. То есть M рождается элементами альфа 1 альфа М. То есть альфа 1 альфа 1 это базис? Да. Тогда вы рассматриваете норму. Такую норму от суммы x и так альфы. Это форма. То есть они же совпадать у нас могут? Нет, это же у вас базис. А, это не те альфы, а же другие? Это другие знаки. В смысле другие? В смысле другие, да? Нет, ну другие и другие, это просто какой-то базис. Вы рассматриваете такую форму. То есть это альфа и эти разные объекты. Альфа и бета. Нет, но могут совпадать. Могут и совпадать. Если вам не нравится альфа, пожалуйста. Мне нравится. Тут уже модуль ранга M, да? Модуль ранга M, да. Сейчас. Там тайна занят. С точностью до эквивалентности формы. С точностью до эквивалентности формы. Честно. И если это модуль ранга M, то непонятно, почему это процедура обратная к этой... В смысле процедура? Ну понятно почему. Потому что вы таким образом, если вы взяли исходный модуль, то с точки до эквивалентности получится такую форму. Ну как? Вы взяли какие-то порождающие модули, рассмотрели на такую форму. А тут сейчас... У вас может количество переменных увеличиться. В таком случае, в смысле уменьшится. В таком случае у нас будет больше переменных. Ну судьба такая, что делать? Понятно? Нет? Ну, сейчас будет утверждаться, что... Ладно. Понятно. Что будет утверждаться? Утверждается, что у нас есть взаимно-однозначное соответствие. Однозначное соответствие. У вас не проявляетесь в форму. Нет, а почему вот норма... Димодуля. Почему вот эту норму, которую вы записали, она равняется вот нашей форме? В смысле, по определению. Мы так по модулю определяем форму. Ну это по-другому. Ну, по-другому. Но у нас форма при этом становится эквивалентно-исходной. Если у вас есть какие-то порождающие единицы и так далее, альфа-мт, так? То вы можете их записать через базис. Получится матрица. А, то есть это эквивалентно заменим... Да, это эквивалентно заменим базис. Видимо, наверное, что это первое. Но все эти альфаиды независимы. Это не те альфаиды, которые там были. Нет, это те альфаиды, которые там были. А, то есть ничего не требуется. Нет, то есть мы можем сказать, что альфа-за равно единице. Можете сказать. Тогда мы не сможем восстановить вот так. Почему мы говорим, что... Почему мы альфа заменили на бета, а m оставили? Ну, это не то, я бы... Это не то, это другое. Так, ну как мы можем говорить об эквивалентности? Потому что у нас бывает форма x квадрата. Потому что форма от меньшего числа переменных может быть эквивалентна форма от большего числа переменных. Бывают выраженные формы. Ранг фиксируется, но ранг это такая штука, которая... Мы понимаем то, что у нас основной смысл не в том, что эквивалентна сейчас есть. Давайте, может быть, я... Потому что я тех, тех, это счет. Нет, но имеется в виду, что оно явно определено. Это соответствие. Это понятно. Смотрите, давайте я более подробно, может. Вы... У вас есть модуль, m. Вот. Который пророждается числами... Какими-то... Не знаю, пророждается числами альфаит. Альфаит, да. Сумма... Это альфаит. И наоборот, если у вас есть форма... f... Вы споставляете ей модуль вот такого вида. Модуль, который... Значит, f объявится... x1 плюс альфа 1 плюс альфа 2 плюс альфа 2 плюс 2... То есть умножить на так далее... Альфа 2 плюс 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 альфа 2 на сомножить на константа ну да здесь нам нужно здесь все-таки форма рассматривается точностью движения на константу понятно кому непонятно давайте так пусть рассматривается вам понятно а я утверждение утверждение мы построили по каждой форме модуль и по модулю мы можем установить форму с точностью до эквивалентности умножения на константу это одно и то же модуль и форма это одно и то же модуль не просто форма с точки до эквивалентности умножения на рациональную постоянность сейчас умножение на константу это не эквивалентность формы это не эквивалентность формы, но это разрешается потому что рассматривать равнение r равняется a и r равняется a это более-менее одно и то же А модули там рассматриваются, просто если мы в модуле все образующие помножим на одно и то же число, то это тоже уже будет другой модуль. Более того, что если вот так сделать туда-сюда, то может получиться что-то другое, потому что у нас количество. Ребята, мы рассматриваемся. У нас же просто модуль построен по этим линейным сомножествиям. У нас никак не участвовал, она вообще никак не участвовала. Она никак не участвовала. Вот эта вот ашка на этой рецепте не участвовала. Ну и вот, точно все до этой ашки. Мы получим формулу с точностью до пропорциональности, мы получим исходную формулу с точностью до пропорциональности. Количество переменных может измениться, но с точностью до эквивалентности ничего не поменяется. Дело в том, что при эквивалентности вы можете менять количество переменных. То есть мы просто реализуем вначале по этому, потом по замене переменных. Якобы весь канал не успеет. Ну вот так. Ладно, учить соответствие между модулями и формами. Надеюсь, что понятно. По каждому модулю строится форма, по каждой форме можно построить модуль. Я правильно понимаю, что от модуля мы будем требовать наличие единицы? Да, будем требовать. Это хорошее. Может быть, и не будем. Но просто вот у нас модуль, который порождается корнем из 2 и корнем из 2, как мы убедились, не дает нам неповодимую форму. Да. Давайте требовать, чтобы в модуле есть единица. Это правильно. И на самом деле, если у вас есть модуль, в котором нет единицы, то вы можете просто искусственно нам сделать единицу. А вот там у нас есть. В смысле? Потому что там можно сделать единицу. Почему могут это есть единица? Не должна быть единица. Давайте сейчас... Давайте я сейчас... Я неправдно говорю, что там можно сделать единицу. То есть, действительно, корень из 2 и плюс корень из 3y показывает, что единицу иногда сделать нельзя. Но... Давайте мы избавимся от таких модулей. А именно наложим следующее ограничение. Мы говорим, что m полный, если ранг m на z, количество образующих, равен степени расширения k на q. Соответствующая форма... Полная. Называется полная. Называется полная. Это правда, что вот такие формы, вот такой модуль, он плохой. Там нет единицы, там, в общем, с ним беда. Но если модуль полный, то там единицы есть заведомо. Никуда не денешься. С точностью до умножения на рациональные числа. А что плохого в этом модуле? Может мы не можем только раньше построить формулу? Можем. Но неполный модуль изучать сложно. Поэтому мы их не будем изучать. А, хорошо. Ну смотрите, если... То есть вот то, что это движение, которое выяснили, оно вверно и поверено полнотуру? В каком-то смысле да. Хорошо. То, которое верхнее, которое там... Давайте будем аккуратно. Сейчас не понимаю двух вещей. Первое, что когда мы проводим все-таки операцию построения по форме модуля, то в этом модуле всегда определяется единица. Да, все-таки надо аккуратно. Второе, что если мы рассмотрим все-таки модуль, который, по крайней мере, не единицей, корнем на двух, корнем на трех, то он вроде бы неполный, потому что он трехмерный. Но тем не менее он вроде бы дает нам нормальную форму. Что значит нормальную форму? Ну, форму с тех, которыми мы работаем. А с каким мы работаем? Мы не только с неприводимым, мы работаем с полными формами. Мы работаем с полных модулей. Ага, понятно. Не всякой неприводимой формы даете полную? Секундочку. Альтернативная форма нет. Альтернативная? Ну, в смысле, чтобы было понятно, что они из себя представляют, кроме как формы, которые получаются из полных модулей. Это формы, которые раскладываются... В разложении на линейный множитель f полная, если f равняется... Если f неприводимая, и f равняется a умножить на x1 плюс альфа 2x2 плюс альфа mxm умножить на... и так далее... И степень расширения от альфа 2 альфа m равняется m. Вот такое определение полноты. Так вполне себе терминов формы. Ну, как видите, это то же самое, что полнота соответствующего модулю. Просто в нашем модуле будет база. Будет порождающих... Это порождающие, которые порождают поле. Значит, он полный. Зачем нам вообще нужно единиться в модуле? Ну, так удобнее. Это вопрос соглашения. Теперь давайте... Сейчас. У нас получилось одно определение... А можно здесь добавить один пример полного модуля? Кого? Давайте проведем примеры, действительно. Пример полного и неполного. Одно определение полной формы, да? Полного модуля и полного... Это одно и то же. Соответствующая форма здесь полная, а дальше полная... И равносильно тому, что... Это одинаковое определение. Ну, как, смотрите. В форме соответствует модуль, рожденный альфа 2 альфа m. Этот модуль полный тогда, во-первых, тогда, когда степень расширения равна количеству порождающих. Я говорю про неприводимость. Там еще там нужно... То, что внизу неприводимость написана, это дополнительное? Или нет? Это требование. Это не дополнительное требование. Это требование... Т.е. мы рассматриваем неприводимую форму с самого начала. И мы знаем, что форма... Форма, которая по модулю получается, она всегда будет неприводима. Форма по полному модулю, которая получается, будет всегда неприводима. Это легко проверить. Почему? Потому что модуль... Смотрите, если... Давайте чуть-чуть больше... Давайте опять же, может быть, я наведу... Получается сумбурное. Хочется, чтобы прояснить все. Значит, у нас есть форма. А, так все-таки... А можно такие условия у нас на изоморфизме? Николай изоморфизм. Вот то. Они все-таки есть или они все-таки нету? Ну, до полных модулей есть. Есть изоморфизм. Да. Смотрите, давайте посмотрим. Если m полный, тогда в нем лежит какое-то целое число d. Вот. Там вот он полный. Вот. Значит, вы можете рассмотреть модуль единица на d, m, в котором будет лежать единица. Ну и после этого там с ним чего-нибудь делать. то есть на самом деле можно свести к модулям, в которых всегда есть единица. Давайте немножко, может быть, стоит оставить эту картину чуть-чуть туманной, чтобы вы сами продумали, что здесь происходит. Ну а на самом деле в этом ничего глубокого и такого сложного нет. Можно свести хоть один пример? Да. Теперь пример. Примеры полных модулей. Например, возьмем q от корня из двойки и модуль x плюс y в корня из двойки. Это полный модуль. Это полный модуль. Ну и соответствующая форма. Какая форма? Норма от x плюс y в корне из двойки x квадрат минус 2y квадрат это полная форма. Полная. 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 Второй пример. Давайте возьмем k равно код корня кубического из, ну не знаю, из d. Тогда вот такая форма. Норма от x плюс y в корне кубических из d, то есть d от корней кубических из d в квадрате. Что это за форма? Это x в кубе плюс dy в кубе плюс d квадрат z в кубе минус 3d x, y, z. Это форма полная. Опять же по определению, потому что вот эти элементы являются базисом соответствующего модуля. Вот. Ну не сложно видеть, что если, например, здесь поставить, здесь все умножить на константу, здесь поставить 2, например, то опять же будет полный модуль. И форма. Так, ну например, пример неполной формы. Неполная форма будет x плюс корень кубический из d, y. Соответственно, соответствующая форма это x в кубе минус dy в квадрате. плюс dx в кубе. Вот. Эта форма не полная. Хотя и неприводимая, и вообще очень интересная, и решать уравнение вида x в кубе плюс d в кубе равняется a, занятие интересное и очень сложное. Мы этим займемся, когда будем изучать элитические кривые. Ну, это не буквально элитическая кривая, но почти. Но форма это не полная, поэтому изучать такое уравнение сложно. Мы хотим изучать объекты, которые поддаются изучению, или по крайней мере поддаются изучению без безумно сложной техники. Поэтому мы изучаем отныне полные неразложимые формы. Неразложимые неразложимые формы. Значит, для полных форм у нас есть соответствие между формами. В форме соответствует модулю m. И наоборот, модулю соответствует форму. Я не буду говорить, давайте я не буду все-таки точно говорить, в какой степени это соответствие взаимно однозначно. Но если вы умеете решать уравнение норма x равняется a, x принадлежит m, если вы такое умеете решать, то это равносильно тому, что вы умеете решать уравнение до всех a. Это равносильно тому, что вы умеете решать уравнение f от x равняется a до всех f полное разложимое. А здесь неприводимое форму. Кстати, может быть полное разложимое приводимое форму. На самом деле не может быть, потому что если у вас есть форма, которая имеет такой вид, то ясно, что все сопряженные с этими, они должны быть с этой скобкой различными. В общем, легко проверить, что такого не бывает. Это то, что ферия вален 3, да? Ну, по сути, да. Не совсем так, но по сути. То есть мораль этой истории, что решение, которое, извините, у вас немного сумбурно, к сожалению, я так рассказал, но решение уравнений f от x равняется a, это то же самое, что нахождение чисел с данного полного модуля с данной нормой. Вот что надо вынести отсюда. Хорошо. Значит, при этом надо быть немножко аккуратным. Мы говорим, что определение m и m1 подобны, если m равняется dm1. Ну, если все элементы из модуля умножены на какое-то число. Ясно, что это будет снова модуль, d принадлежит f. И ясно, что если у нас есть уравнение, норма от c равняется a, c принадлежит m, это равносильно тому, что норма от c от это равняется a поделить на d, на норму d, где это принадлежит f1. Правильно, Даша? Вот. То есть, на самом деле, подобные модули дают одни и те же уравнения. А d это число или это много числа? d это число z. Сейчас, значит, норма. Это целое число вызывается как будто стиль. А, 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 значит, n норма от всех. Мы тут везде поставили, да? Что значит везде? У нас норма, по-моему, сейчас... Норма числа целого. Норма... У нас n, оно от... d это фиксированное число. Смотрите, а, 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 все, все, все. Норма ад yhte равняется a равносильному тому, что а DC это все равносилную тому, что... Норма у нас же от нескольких переменных. Кси лежит вем, а это лежит вематик, если я не перепутал ничего. Может быть я что-то перепутал? Это не будет соотношениями эквивалентности. Оно необратимо. Это значит, что у нас подобие решеток не является соотношениями эквивалентностью. Смотрите, у нас есть модули, которые эквивалентны. Модуль может заменять базис. И это дает один и тот же модуль, как модуль. А плюс еще есть дополнительная операция, умножение модуля, растяжение. Мы можем умножить один модуль на 2, а другой модуль умножить на 3, получите один и тот же модуль. Поэтому они оба будут ему подобны, но друг с другом они подобны не будут. Да, это плотно. Вы правы. Да, извините, я сейчас задумал. Хорошо, значит, при этом формы f и f1 подобны, если f равняется df1. df2. Но из подобия модулей следует подобие соответствующих форм. Из подобия форм не следует подобие соответствующих модулей. А приори. Почему? Потому что не всякое число представляется в виде... Ну, в общем... Это вот здесь, ну, вот здесь степень. Опять? Ладно. Давайте я. Не буду. Ну, то есть, когда мы берем подобные модули, там, грубо говоря, в значительной форме во всех скобках они увеличились. Ну, то есть, если мы... Если... Ну, наверное, это из-за... Сейчас. Да, не очень хороший путь. Ладно. Опять... Неважно. Доставляем то, что написано на доске, это правильно. А, то, что я сказал. А? Сейчас. Может, он убит? Ну, давай. Смотрим. Смотрим. Ладно. Вывод такой, что давайте я запутался немножко в этом контексте, что изучать уравнение, норма xy равняется a, xy принадлежит некоторому полному модулю, это то же самое, что решать такие уравнения. Вот этим мы будем заниматься. Сейчас. А то, что здесь подобные... Потому что если модуль подобные, то форма подобные, это неверно, да? Верно. Верно. Если модуль подобные, то форма подобная, верно? Верно. А если форма подобная, то модуль просто одинаковый. То модуль просто одинаковый, да, по определению. Да. Получается так. Да. Получается так. А, то есть, если мы возьмем модуль, по ним построим форму, по ним... Ну, подобное. Возвращаться не получится. Одно это получается. Ладно. В общем, давайте дальше. Модули, кольца-множители. И порядок. Я сейчас с модулями просто, с одними модулями, на одних модулях далеко не уедешь. Нужно еще о них про это поговорить. Я сейчас, действительно, без пяти девять, и скоро надо заканчивать. Я... Что еще? Расскажу. Возвращаем. Плюс? Возвращаем. Давайте дальше. Значит... Одним модулям не обойтись. Надо получать... Вообще-то, с модулями работают просто... Когда у нас есть просто модуль, это что такое? Ну, наберем, группа какая-то свободная. В общем, много структуры на ней нет. Давайте с модулями ассоциируем кольцо. Скоро, что у нас есть свободный... Значит, все модули наши, это будут полные модули в некотором поле К. Что это такое? М содержится в К, М полный модуль. Местопределение. С модулем М мы связываем кольцо, которое будет обозначаться ОМ. Это множество всех альфа из К, таких, что альфа М содержится в М. Содержит некоторый полный, содержит некоторый базис К. Ясно, что это кольцо. Это кольцо умножителей М. Ну, ясно, что это кольцо с единицей, то есть хорошее кольцо. Кроме того, на самом деле ОМ это под кольцо кольца целых. Почему? Это всякие элементы целых. Да. Почему ОМ всякие элементы целых? Сейчас. Сейчас мы оцелк. Сейчас мы оцелк. Сейчас мы оцелк. Посмотрим его шума. Это сразу же. А по вообще-то теорему какая-то нет. Какая есть? А вы сразу? Прямо такая, что ОМ. Ну, была в самом начале граф линии целых элементов. Если целый элемент, умножение на элемент, остатая в конечно-провожденный модуль на месте, переводит в себя, то этот элемент целый. Это разница или какой-то конкретный модуль совершенно? Нет. Это совершенно для произвольного модуля. А, конечно. То есть есть существует... Да, и существует такой конечно-провожденный модуль, который переводит в себя умножение на А. Давайте формулируем это в виде теоремы. В виде предложения. Вот это в принципе есть задачи, да? Да, там практически есть задачи. Доказательства. Так, мы можем дальше. Предложение 2,1. Предложение 2,1. Ну, во-первых, ОМ это полный модуль. В К. ОМ содержится в букву К. Кольцо целого. Второе. Это то, что на самом деле всякий полный модуль, являющийся кольцом, получается таким образом. О. Полный модуль. 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 К. И являющийся кольцом. Кольцом. Кольцом умножить в себя. Давайте докажем. Сейчас, может сейчас, подожди, я могу сказать, можно. Но если у нас есть полный, образное к этому, что если есть какой-то полный модуль К, который является к тому же кольцом, то есть его умножение, его элементы можно перемножать. Оно замкнут от оси умножения. Тогда оно приходит из такой конструкции. То есть найдется такой модуль М. Да. И более того, мы явно предъявляем этот модуль М. Это модуль М, это сам модуль О. Чудеса. Это не чудеса. Давайте докажем фунг Б сначала. Фунг Б на самом деле очевидно. Единица принадлежит О. Вот. Ну, следовательно, альфа О содержится О. Вот это вот условие, альфа О равняется, содержится О, относительно тому, что альфа принадлежит О. В кольцо у нас все кольца с единицами. Я еще раз говорю. Кольца с единицами у нас не бывает. Понятно? Это дегазит пункта Б. Вот. А? По определению кольца у нас все кольца с единицами. Ну, в кондативной алгебре кольца без единицы это отвратительный объект. Поэтому без единиц у нас колец не бывает. Обратно. Давайте в пункт А. Покажем, что это является, что ОМ это полный модуль. Сейчас, а можно и так? И ОМ содержится в ОК, да. ОМ содержится в ОК, это определение целостности. Определение целостности. Одно из определений целостности. Вот просто то, что альфа цело, если какой-то подмодуль загоняется в себя. Действительно, доказательство равносильности этих определений было с помощью, там, лема. С помощью физических многочленов, что-то такое. Давайте теперь покажем, что это полный модуль. Почему это полный модуль? Ну, давайте докажем это следующим образом. Ясно, что если лямбда гамма принадлежит М, тогда для любого альфа принадлежит ОМ, альфа лямбда принадлежит М. Следовательно, гамма М, гамма ОМ содержится в М. Сейчас, а что написано внизу правой доски? Это по определению целости. Ну что, ОМ содержится в ОК, это определение просто целого элемента. Можно еще раз? Да. Взяли гамму, какой-то элемент гаммы. Тогда для любого альфа из ОМ, альфа гамма лежит в М. По определению. Значит, гамма ОМ содержится в ОК. Прекрасно. Значит, гамма ОМ конечнопорожденный модуль. Давайте докажем, что он полный. Ну, на задней конечнопорожденности было ясно из того, что он содержится в ОК. Из того, что мы доказывали, что ОК конечнопорожденный. Но все-таки это как-то сложно. Конечнопорожденность ОК была нитривальной теоремой. А здесь мы так задавали. Давайте докажем, что он полный. Это будет не сильно сложнее. Не сильно сложнее. Ну, по определению, не по определению, но нужно немного записать что-то. Так вот сходу это непонятно. Положим, что М порождается Н элементами. И альфа и Т от единицы до Н. Давайте возьмем бета, лежащее в К. Какой это элемент Б? Тогда бета альфа и Т равняется сумма по Ж от единицы до Н, а и ЖТ альфа и ЖТ. Бета какой-то элемент из К. Что происходит, когда мы умножаем альфа и Т на бета? Да, альфа это порождающий модуль. По-моему, это наоборот условие того, что у нас альфа, альфа это порождающий модуль. И скульт. Это просто определение. Мы сейчас доказываем то, что он полный или что? То, что он полный доказывает. Бета лежит в К. Если б на альфа и Т выражается через альфа и Т? Альфа и Т, ранг, у нас полный модуль. То есть произведение любых элементов из поля выражается через базис. Этого поля. Понятно? Но бета альфа должен выражаться через базис. Ну да. Ничего не сделать. Давайте возьмем, пусть Д это наибольший общий делитель, наименьшее общекратное знаменателем А и ЖТ. Что там можно сказать? Что Д бета альфа и Т содержится где? В О, М. Все. Надеюсь, что теперь понятно, что мы победили. Почему мы победили? Почему мы победили? Потому что в качестве бета мы взяли любой элемент из поля К. Давайте возьмем бета-1, бета-Н в базис К на Ту. Это существует Д и Т такое, что Д и Т, Б и бета-И Т лежит в нашем ОМ. И, следовательно, ранг ОМ равен степени расширения. Все. Понятно, что произошло? Ну, следует прям равенство, а не будет никак не равенство в какую-нибудь сторону. Ну, равенство, если... Это свободный модуль, в котором мы нашли порождающий. И ХН штук. Он не может быть рангу больше, чем РН. Потому что он содержится в М. Гамма-М содержится в М. Значит, ранг никак не больше, чем РН. А я считаю, что он не меньше, потому что там лежит базис К на Ту. Ну, вообще, там Д на Бета-Альфа-И Т принадлежит ОМ. Д на Бета-Альфа-И Т принадлежит ОМ. По определению... Да, по определению... Извините. Я ерунду сказал. Д на Бета-Альфа-И Т принадлежит ОМ. Вот так. Ерунду сказал. Ну, правда. Д на Бета-Альфа-И Т Ну почему? Потому что Д на Бета-Альфа-И Т Переводит ОМ снова в модуль М. Ну вот. Спасибо. А почему А и ЖТ, но не целая определит ОМ? Потому что Бета-Альфа-И Т какой-то элемент. Из К. Не из-за кольца. Не из кольца ОМ, а из-за какого-то из К. Сейчас, может, там все-таки Д на Бета-Альфа-И Т... Нет, Д на Бета. Это значит, что Д на Бета-Альфа-И Т, в себя. Да. Это значит, что умножение Д на Бета-Альфа-И Т выражается с целыми коэффициентами через Альфа-И Т. Ну вот. Ясно? Да. Вот. Отлично. То есть, иначе говоря... Давайте я... Время уже закончилось. Я дам определение на тему ОМ. ОМ. Нет, я ем. Теперь у нас Бета-Альфа-И Т, Бета-Альфа-И Т. Определение. Порядок. К Это свободный модуль свободный подмодуль К ранга петельной расширения К на Ку, являющейся кольцом. Ну, с единицей. У нас все кольца с единицей. Что утверждает вот это предложение? Что порядки это кольца множителей некоторых модулей. Значит, порядки насильено тому, что это это равно, равно кольца множителей некоторых модулей. Кольца множителей модулей. Некоторые вопрос. Вообще, кольца множителей модулей к множителям полных модулей кольца множителей полных модулей и порядки это то же самое как мы убедились, что решать уравнение норма кс равняется а и решать уравнение вот такие вот это одно и то же то же самое мы убедились, что порядки кольца множителей полных модулей это одно и то же давайте я закончу следствие из этого предложения УК это максимальный порядок Максимальный по отношению включения То есть все порядки содержатся в УК Значит, смысл нашего всего этого Построения такой А просто порядка это кольца В общем, это мы переформулировали Да А там слова «свободный» не было негде примерно Ну, у нас все подмодули, конечно, прожденные Являются свободными Все, конечно, прожденные подмодули в КАН Это свобода Значит, там включение Смотрите, значит Что мы выяснили Давайте я быстренько отрезюмирую и уже закончим Значит, мы выяснили, что решать уравнение Ф равняется Ф от х равняется А Это то же самое Я не сказал Я убрал вот эту картинку соответственно Между модулями и формами Взаимно однозначно Все-таки надо быть аккуратнее Но, по крайней мере, мы убедились То, что решать уравнение Ф от х равняется А Это то же самое, что решать уравнение Норма от кс равняется А И кс лежит в некотором полном модуле С этим мы ассоциировали некоторое кольцо множителей ОМ Как оно помогает? Очень просто оно помогает Что вы записываете ваше уравнение Следующим образом Вы записываете Если норма от W равняется Единице И W принадлежит ОК ОМ То Норма от W Да, и норма От альфа Равняется А Норма от кс равняется А Тогда Вы можете умножить ваше решение Кс на W в степени М Норма от кс умножить на W в степени М То же равняется А Иначе говоря И так все получится У вас сводится задача к двум задачам Я скажу это более точно У вас сводится задача Во-первых, нахождение элементов Норма которых равна единица То есть обратимых элементов Ну почти Потому что сам элемент обратим Тогда когда норма равна плюс минус единица Обратимых элементов из данного порядка Плюс представители Вот такие вот представители Норма кс равняется А С точностью до отношения эквивалентности Где отношение эквивалентности Если такое Что кс один эквивалентно кс два Если они получаются С умножением на элементы О-М Норма которого равна единица Умножение навратимых Значит, все получится. По определению так все получится. Вы берете все решения, разбиваете в класс эквивалентности. Два решения x1, x2 эквивалентны. Если x1 поделить на x2, это обратимый элемент О. Вопрос в том, как искать представителей класса эквивалентности. Мы в следующий раз научимся совершенно алгоритмически искать представителей класса эквивалентности, коль скоро мы умеем решать вот такое вот уравнение. А это уравнение явно мы тоже научимся решать. Наша цель будет научиться решать вот такое вот уравнение, где W принадлежит порядок, и вот такое вот уравнение. И искать представителей просто. Мы в этом убедимся действительно несложно. Таким образом, мы научимся решать полное уравнение в отных сторонах, где f полная разложимая форма. Еще одно замечание, последнее уже. Извините, что задерживаю. Смотрите. ОК максимальный порядок. Чему соответствуют модули относительно ОК? Кольца множителей которых является ОК. Что такое, другими словами, модули, кольца и множители которых являются ОК? Это знакомый нам объект, с которым мы уже работали просто не весь сколько времени. Модули. С кольцом множителя. Множители. ОК это что? Привычный вам объект. Ну, неужели не узнаете старого вашего друга? Ну, можете не я, другой. Не знаю. Что такое модули относительно ОК? Это... Давайте распишем. Это множество... ОК кольцо целое? ОК кольцо целое. Это М. Подможество К. Такое, что элементы из М можно умножать на элементы из ОК. Альфа М содержится в М любого альфа, принадлежащего ОК. Что это значит? Что это такое? Еще раз. Что это такое? Если я поставлю М, содержится в ОК, что это получится? Само ОК, что это идеал? Нет, нет. Дробный идеал. Это дробный идеал. Я буду. Просто неизвестно. Это дробный идеал. Ну, просто по определению. Что такое дробный идеал? Это идеал, который... Это то, что получается, если умножить на какое-то число, то оно загоняется в ОК и является идеалом в ОК. Если это умножить на наибольшую на знаменатель вот этих вот порождающих, то мы загоним этот модуль в ОК. И, кроме того, он является наносительно умножения на ОК по определению. То есть, это дробный идеал относительно ОК. Фактически, изучение модулей над... Изучение модулей соответствующих форм в каком-то смысле опять приводит нас к теории идеалов, дробных идеалов, в кольце целых полеогибраических чисел. Но у нас на самом деле возник некоторый новый феномен. Какой? А именно, что у нас получилось не только кольцо целых, но и порядки в кольце целых. Соответственно, модуль относительно ОМ относительно ОМ это дробный идеал. Это то же самое по определению. Это дробный идеал ОМ. Иначе говоря, когда мы изучаем вот такие вот уравнения, нам нужно изучать не только максимальные порядки, не только максимальный порядок, дробный идеал огнем, но и произвольные порядки, дробный идеал огнем. Мы на самом деле подробно изучать порядки не будем развивать всю эту теорию относительно развлажения на простых идеалах, порядках, потому что иначе вы замучаетесь. И я тоже. Но тем не менее, теория есть и совершенно аналогичная тому, что мы делали для обычных колец. Про это я скажу в следующий раз. Вообще-таки можно? Ну, по определению. Что такое дробный идеал? Ну, там что-то строить идеалом иначе это значение. Да. домножим на общий на общий знаменатель его порождающих. Существует такой элемент D, существует такой элемент D, такой, что все порождающие дробные содержатся в O. M. Мы таким образом загоним U. Кого? Модуль M. Непонятно? Лучше убрать бы уговку V. Да, подробный идеал V. Это не хорошо. Значит, существует D. Такое, что DM содержится OK, ну или OM. Почему? Ну, в общем, мы Пожалуйста, мы здесь даже такое говорили. Ну, это ясно. Кроме того, у нас M инвариантен относительно умножения на элементы из OM. Значит, это идеал. DM это идеал. В OM. DM инвариантен относительно умножения на элементы из OM. Значит, это там идеал. Понятно? Сейчас, тут, по-моему, какие-то два утверждения. Или одно. Вы здесь. Есть утверждение, что модульность умножения OM. K. Это дробный идеал. K. Ну, да. Ну, ладно, давайте закончим. А если есть вопросы, то, конечно. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо. 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 Спасибо.